Смотрите, идём и фоткаемся, и вот, моя подписчица говорит, Селена, она идёт без шапки, нараспашку, и говорит, мне жарко, что ты вот врёшь, кого снимаешь, ты меня в звезду снимаешь, или кого в конце концов, посмотрите, что она сделала, посмотрите, как много, Атта, прощаешься со мной? Целовать будешь? А вы знаете, что Кристина меня бесит? Доброе утро! Сегодня мы умнички, встали в 7.30, это было тяжело, потому что мы легли, я не знала, сколько, в час где-то, да? Что-то мы разболтались, не смогли уснуть, прям засыпали, не смогли уснуть, и только когда поболтали, сладенько уснули, так что поспали всего, наверное, 6 часов, 7, 6, да 6, стопудов, в час где-то уснули. Всё, сейчас собираемся, красимся, пьём кофе, и скорее на семинар вовремя! Помимо того, что нас будут видеть, допустим, на каждом канале, мы ещё каждая будем привлекать, чтобы за нас голосовали, то есть потом в нашей аудитории, в определенном канале, где проводят сейчас этот конкурс с нашими участниками. Ну что, мы второй день на встрече, у нас сейчас как раз-таки обед, очень много народу, сегодня у нас был семинар, на который мы успешно наконец-таки попали, очень был крутой, тема коллаборации, так что скоро, в ближайшее время, на моём канале вы увидите новых блогеров, а сейчас мы с Кристиной возвращаемся в отель для фотосессу. Крис, ну как тебе вообще, ты побыла на семинаре, мы попали наконец-таки, тебе понравилось? Да, я просто кушала. Ты что там со всеми, что-то ела, в чём кормят тут? С лойкой. Вкусная? С лойка вкусная. Как я вам и сказала, мы прибежали скорее в отель, видите, какая уже красивая, потому что фотосессия у нас в разгаре, и вот она Маша, которая живёт в Питере, моя уже, можно сказать, старая знакомая, которая работает в трудных условиях. Я вам говорю, я пришла, говорю, времени в обрез, она уже прыгает по всему отелю, со стула на балкон, на кровать там. И на самом деле, за короткое время у нас получилось столько много образов разных интересных, что даже ещё не потемнело, мы уже на улице. Надеюсь, ещё получится. Идём, да, искать классные фотографии. И вообще люблю, когда у фотографа глаз намётан, то есть она уже видит, как надо положить, это оп, раз-раз, всё, говорит, есть. Кадр есть. То есть она сама знает, что нужно и как, и это редкость. И она мне уже показывала, очень клево получается, очень клево получается, поэтому вот здесь мой будет инстаграм, следите за фотографиями. Вот, и в отеле, кстати, очень классные фотки получились, потому что там очень прикольный интерьер. А скажи, куда мы сейчас идём? Мы идём на Невску, потом пойдём по Невскому, по дворикам. Да, на Невском всё очень красиво. Блин, это она мне посоветовала вот то самое место на крыше, просто, если бы не ты, мы там не попали, я там кайфанула. Я сама летом о нём узнала, точнее, я не узнала, но так, я думаю, зайду, я шла с работы, зашла и такая, боже, я хочу здесь каждый день проводить. Жить, я говорю, что на крыше это останусь жить. Я там испытала удовольствие. Да, там всё летом, как бы там закат вообще очень красивый, там она круглосуточная. А у вас ещё, кстати, есть крыши какие-то проекты с крышей? Да, есть ресторан в галереи, большая кухня называется, ну там вот такая... В галереи? Да. Есть ресторан. Может, мы туда ещё заглянем сегодня вечером? Есть вообще, ну много ресторанов с крышами всякими разными. А у нас не много, вот я хотела в Ростове и искала, чтобы что-то снять. Вот прикольный, вот льва Толстова. В общем, сейчас экскурсия. Давай. Смотрите, идём и фоткаемся, и вот, моя подписчица говорит, Елена, как зовут? Вот, мы ещё не познакомились. Маша, Мария. Маша, и вот Маша, кстати, и фотограф Маша у меня. Хочешь передать кому-нибудь привет? Нет. Нет? Нет, кто-нибудь будет смотреть, скажет, ты мне и передала привет. А Маша просто навстречу не сможет прийти, уезжает завтра. А куда тут? Я к тебе домой, я из Велесеньки. Ты не спикер особо, не питерская? Нет, я здесь учусь. Ой, вот молодец, на кого учишься? На филологию. А сколько у тебя лет? 21. Вот. Моя зрительница. Ну, клёво. Сейчас мы здесь сфотографируемся и продолжим наш фотосейд. Вот сейчас мы... Маша просто загнала нас по всему Питеру. У каждого столба мы фоткаемся. Мы сейчас на Дворцовой площади. Здесь очень-очень красиво. Вон Маша с Кристоят, общаются. Здесь арка. Питер мне всё больше нравится. У нас очень много красивых фотографий. И сейчас мы идём присесть в кафе, если мы ещё успеем по времени. И туда же вызовем такси. И уже мчим на нашу вечеринку. У нас в 18 часов будет лекция, а потом вечеринка будет. Вот. Короче, прикольно время. Смотрите, как Маша раздета ходит. Я вся, вообще просто меня уже задуло. Я в шапке, я в капюшоне. Мне холодно. Она идёт без шапки, нараспашку. И говорит, мне жарко. Мне интересно, можно так, ну если увидишь, вот ты такая зачехлённая вся, и идёт кто-то раздетый. И ты думаешь, о, питерский. Питерский раздетый? Ну, мне кажется, ну, когда как. Кто-то мёрзнет постоянно. Мне кажется, это тепло ты душевный. У тебя просто горячая кровь. Да, наверное. И любовь тебя греет, наверное. Наверное. Тут вечеринка какая-то идёт. И справляется с ним на ура. Несмотря на своих 14 лет, Петя владеет этим инструментом на ура. Нравится песня? Что ты вот врёшь? Песня нравится. Да ты не любишь её. Докажи. Докажи. А ну давай подпевай, знаешь, Лава? Он хорошо поёт. В общем, везде пробки. Мы вызвали такси. Он подъехал не туда. Точнее, мы вызвали куда-то не туда. В итоге мы посидели, поели картошки в KFC. За нами должны были приехать. Маша подружка, но она застряла в пробке. Всё стоит. Поэтому мы даже не будем вызывать такси. Мы идём на метро. Ну что, мы в питерском метро. Здесь жетоны. А у нас карточки, кстати. Ну, метро как метро, как ничего особенного. Или у вас погода необычная? А у нас в Москве нет жетона. Нет жетона. Спустились мы по невероятному длинному эскалатору. Потом идём, идём, идём и опять вниз эскалатор. И Маша говорит, что это самая глубокая станция. А они у вас глубоко вообще, да? Ну, самые, по-моему, короткие, это, если не ошибаюсь, это Нарская, по-моему, по глубине. А сколько у вас вообще станций? О, боже мой. Я не знаю. Как я, примерно Питер знаю, так же, как я Росток. Да, конечно. Лучше? Нет, я ничего. Я вообще Росток не знаю. Ну, мне кажется, он, наверное, около 60-ти восьми. 68 станций? Я не знаю. Может, и нет. А представляешь, всего 5 станций у вас? Ну, это как у меня. Скажут, ну, Маша! Ну что, мы добрались. Наконец-таки тут тихо. Здесь тихо. ...знаний, может быть, да, по этой теме. Нам будет тоже проще понимать, как нам планировать нашу стратегию, наши дальнейшие шаги, чтобы максимально всё это учить. Представляете, смотрю, девчонок красят у нас здесь. Всё, у нас к вечеринке уже подготовка идёт. Оказывается, свободное место просто для меня прям конкретно было. Ну, они не знали, что я приду, но вселенная-то знала. Я говорю, вы поднакрутите меня, сделайте меня. Сейчас я буду вообще красава. Мало того, что я в платье ещё и... Вот они, золотые руки. Я не знаю, кого снимаешь. Ты меня звезду снимаешь, а кого в конце концов? Учебный показатель. Ой, а вы тоже меня снимаете? У меня все снимают. Я не знаю. Всё, теперь я... Будешь теперь так делать каждый день? Да, каждый день. Тебе лучше не идёт. Теперь воплощение было. Теперь будем так делать каждый день. Теперь Кристина пошла. Звезда. А теперь смотрите, Крис до. Слушай, аля у тебя... Ой! Что случилось? Вейкап! Это Кристина села, и всё, и случилась беда. Посмотрим, что из неё сделают сейчас. Так мой пучок превращается в элегантные шорты. И к чёрту забудьте, что вы ушли бы на разные объекты. Так сильно, так волно теряю тебя. Так сильно, так волно теряю тебя. Так сильно, так волно теряю тебя. Вот я пристелась здесь, возле туалета. Сижу здесь и думаю, как клево мне здесь нравится. Я наблюдаю, за всеми хожу, смотрю. Так интересно. Люди находят друг друга, общаются все, идеи какие-то. Вообще мне здесь все очень нравится. И вот девочка пела, группа, они как-то все вместе, вообще такие кайфовые вместе. Прям хочется танцевать. Круто так. Вдохновило меня даже на некоторые. Думаю, надо пить больше, надо, надо, надо. Короче, много чего надо. И я думаю, в общем, классная вечеринка. Спасибо ей тому, что они такое сделали вообще. Я прям отдыхаю, душу. И здесь все ютуберы, все блогеры собрались вообще. Это так круто просто. Ты находишься, я впервые нахожусь просто в своей тусовке называется. Здесь очень нравится. Всем привет, кто был на поп-ап в Санкт-Петербурге. Доставочка пришла ко мне суши. Сейчас разложусь и покажу вам. Я Кристинку отпустила погулять с девчонками, а сама приехала в номер. И мой любимый сказал, не нужно шляться по Питеру. Одна где-то сидеть, одна. Давай, иди в номер, заказывай еду в номер. И я заказала себе вот суши. Конечно же, моя любимая Филадельфия. А вот эта вот Калифорния, по-моему, должна быть с креветкой. Ну что-то мне так не кажется, что-то креветка. А, вижу, вижу креветка. И сладенькая все. Вот, буду сейчас съесть. Доброе утро, мои крошечки. Мы с Кристиной уже собрались. Вчера после вечеринки что-то я так вырубилась прямо. И еще сразу дождалась Кристинку. Кристинка хорошо провела время с девчонками там познакомилась. У нас опять хаос в комнате, потому что мы собираемся. И сейчас мы едем снова на наше место. Сегодня последний день уже. И сегодня мы с L'Oreal и с YouTube совместно делаем видео. YouTube предоставляет оператора. Так что, может быть, будет немножко новый формат видео. Один выпущу такой. Вот. А L'Oreal меня красит и будут перевоплощать к Новому году в интересную личность. В общем, надеюсь, что все пройдет замечательно и красиво. Я вся в предвкушении. Сегодня одела серебристый костюм под образ. И все. Бегим уже. Попили чай, позавтракали и бегим, как всегда. Всем привет! С вами Селена Свой. И Сучу. Вот она. Смотрите, что она делает. У нас время обеда и я очень голодная. Звезда. Главное, ее тут начесывают. Меня начесывают, а я ем. Может быть, все хотят есть, не только ты. Слушай, вы хотите есть? Да. Тебе стыдно стало? У меня настолько голодная, что была не тетка. Она ест картофельное. Ты чувствуешь, что это картофельное? И бутерброд с колбасой. Селена. У тебя какие будут атрибуты? А? У тебя будут атрибуты к твоему образу? Ну, такие метла, ступо. А? У тебя есть общий план. Взаимодействие. Я все пробую, как я делаю. Потому что ты потом поняла, что у тебя один главный план, а танка с другой, а план отсюда. Не надо его строить и его строить. Посмотрите на кота. Как она у тебя есть? Если что-то интересное. Сейчас мы нанесли уже тени и смотрите. Смотрите, какая огромная съемочная команда вообще тут. И блогеры затесались тут. Меня сейчас приводят в порядок, делают образ. Прикольненький. Просто хотела вам показать, что за кадром творит. Смотрите, какая классная, красивая. Я иду на встречу с подписчиками. И как всегда опаздываю. Блин, вот сейчас без 10. Такси ждет. Мы вылетаем. Я не знаю, но ехать минут 20, наверное. 30. Блин, опаздываем. Я надеюсь, девчонки скооперируются, как обычно. В другие встречи было, что они кооперируются вместе. Где-то ждут меня. Вот. Я не знаю, сколько будет человек. Мне так интересно. Но, я думаю, меня не пропустят с такой прической. С таким образом. Вот. А Кристинка, смотрите это. Перед выходом. Перед выходом. Ты как? А нет у вас лака? Короче, лака никак не могли найти. В итоге, смотрите. Она такая красивая. Ну, да не поднимайся. Я хочу. Посмотрите, что она сделала. Ну, какая разница? Говорит. Ну, что, подумаешь. Склеивает. У нее торчал там один петушок. Один маленький. И она решила его краской зафигачить. Потому что человек. Я говорю, Крис, ты как готовишь, так и прически делаешь, так и красишься. А что тут чуть-чуть фигануть? Ничего не будет. Смотрите, я приехала, и они меня дождались. Смотрите, сколько их. Вообще. Супер. И девочки. Класс. Сейчас мы фоткаемся, потом пойдем куда-нибудь наверх, посидим, пообщаемся. Смотрите, окружили Кристинку, все с ней фоткаются. А, хочешь, чтобы я поснимала, да. Смотрите. О, офигеть. Помахайте все. У-у-у. Смотрите, как много. Классно. Все, мы наконец-таки устроились, присели. Когда много народу, очень сложно вообще найти местечко и реально присесть где-то. Та-дам. Сейчас закажем чаю. Ну что, мы вот посидели, остались девочек. Сколько нас осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Семь человек осталось, да. И мы идем сейчас покушать. Тут мы сели в одном месте сначала, а сейчас пойдем в другое. И я вот выхожу и смотрю, гляньте, как красиво тут. Это торговый центр-галерея. Очень красивый такой вот на балкотчике тут мне нравится. Мы, кстати, встретили. Ну а нас восемь человек еще пришло. Еще и еще. Мы, кстати, здесь встретили Павла Прилучного. И еще сказали, что здесь, в торговом центре, девчонки некоторые даже сфотографировались с Павлом Прилучным. Да. Да, он убежал быстро, но они его догнали. Вот, и еще, а еще, а, еще сказали, у кого-то здесь мастер-класс у какого-то блогера еще. Так что много совпадений. Ну, мы голодные, мы пошли кушать. Что заказала? Тут нет напитков. Толикорник. Роллы или вантоны? Роллы. Молодец. А любишь роллы, да? Да. Ты только Калифорнию ешь или еще какие-нибудь любишь? Ну, еще какие-то, но больше всего Калифорнию. А Филадельфию пробовала? Пробовала несколько раз. Калифорния лучше, да? Да. И сверху там красная икра. Да. Молодец. Икра летучей рыбы называется. Видела когда-нибудь такую рыбу летучую? Рыба, которая летает? Нет. Селедка. Вот придумали, да? Селедка крашеная. Селедка? Да. Вот знает все человек. То есть не бывает и крылья тучей рыбы? К сожалению. К сожалению, она не существует. Смотрите, а Вера пришла в ресторан со своим самоваром, как говорится. Она сейчас будет угощать меня. Джейс Эван вот. Малавменю. О, какой-то. А ты что из этого пробовала? Что самое вкусное? Голбаску будешь? Голбаску? Давай, что мы будем? Колбаску резать или рыбку? Хлеба нет? Нет. А ты что хлеб не взяла? Шведский. Режь. Нож взяла? Пальцем резать? Хлеб. Ля, его можно открыть, там реально хлеб? Да. А стакан есть? У меня друг. Давай, стакан. Сейчас принесут стакан. Это моя благодарность тебе за сгущенку. Попробуй. Не, ну ладно. Ладно, ребенок. Тебе не нравится яблоко? Ты не любишь яблоки? Потом будут говорить, да. Вер. Сейчас Вера расплачет. Слушай, нормально. Вер, ты любишь яблоки? Люблю. А чего не пробуешь? Это не настоящие. Не настоящие? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Они предлагают ребенку и яблоки. Тут уже кусали, а они не съели, потому что, соответственно, купили. Кто кусал? Ааа, ты увидела косяк, да? Вот какие внимательные действия. Вот это ты настроила пирамид. Она немного скатилась. Ну, все, ребенка не надуришь, к сожалению. К счастью. А так хотелось, чтобы она попробовала яблочки. Все шампански, но я на кого просить яблоки. Смотрите, как делается история бумеранда. Нет, мне как всегда ругажок. Еще раз давайте. Да, подождите, да что же такое? Бумеранда в истории Кристины это вот... Что это такое? Это дубль у вас. Да давай я сделаю, давай я сделаю. Мне принесли супчик чадра. Я сейчас буду пробовать. Что-то на картинках выглядит намного интереснее. Да, у тебя что-то невкусно? Что-то тут нету того, что там плавало. А, ну да, там было нарисовано, что там морепродукты. Нашла она, пока что правда есть. А у меня? Ой, мидию нашла. У меня что-то есть в мидии. Да, да что-то есть, что-то есть. У меня сегодня праздник живота. Я уже объелась, но у меня есть треска. Потому что суп очень сын. Ее надо попробовать. Мы прощаемся с моими девочками. Мы с Кристинкой уже вызвали такси. Уже большинство, да, разошлись девчонок. А вот главным младшим. Вера сейчас танцует на прощание. А самая главная Вера. Вера, давай танцуй. Давай, пойдем. Победный танец. Прощай. А-а-а-а-а-а. Молодец. Прощай. Меня провожают с танцами и с плясками. С песнями. Ну что, ты прощаешься со мной? Целовать будешь? Целуй. Еще чего не хватало? Еще чего не хватало, да? Чисто. Скажи, скажи, ты вроде взрослая женщина. Давай я тебя прощу. Чисняшка. Чисняшка, давай. Вот такие дети нынче современные. Не поцелуют. Ну ладно, я женщина не горда. Детей целовать люблю. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Здрасте. Здравствуйте. Девочки, спасибо большое. Вообще, посмотрите, сколько у меня всяких разных подарков. Частичка вас. Со мной вообще это очень приятно. Мы будем пить с Кристиной чай из этих кружек. Кристина, спасибо. Тезка. Мы обязательно задействуем вот эти вот сердечки. Буду пользоваться всем вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Все, все. Спасибо большое. Мы вас любим. Ну что, мои крошки. Как видите, макияж продолжается. Мне эти точки под глазами очень понравились. У меня куча всяких разных идей. Мне не хочется с ними расставаться. Ага. Что даже не умолвала. Кстати. Нет, я накрасилась и попробовала поставить эти точки. Немного не получается. Это уже надо будет искать специальный карандаш или специальную подводку. А может быть какие-то татуаж-наклейки какие-то временные. В общем, я буду выдумывать что-то. И, возможно, даже это будет не всегда черный цвет. В общем, для меня очень понравилась фишечка эта. Мне понравилась. Я хочу ее оставить. Вот. Сейчас уже последний день. Мы здесь. Через пару-тройку часов мы уже будем выезжать. А так как мы находимся в центре. Вот мы, кстати, из гостиницы выходим. Она находится, как раз вот хотела вам показать, да, гостиница. Смотрите, мы в центре от Рубинштейна. Тут очень куча всяких вот сразу кафешек. Ресторан здесь находится. Слева, справа. И всякие кафе. И все, и все. И здесь, в общем-то, проходишь вот в одну сторону и в другую сторону. И везде по разным сторонам кафешки. Мы даже здесь фоткались с моим фотографом. Очень много красивых огоньков, людей. И вот, ну, прям вот живность. А, допустим, когда заходишь к нам в отель, иногда еще переживают люди, что когда, ну, отель в шумном месте, не отдохнешь. И здесь такого нет. Здесь находится отель в глубине вот этого здания. То есть с Рубинштейна. У нас очень спокойно так было. Мы так сладко спали. Она сегодня все во влоге просто хвалилась. Как мы сладко спали. Как дома не спим. И сейчас мы вышли. Вот я думаю куда-то зайти. Может быть даже в этот ресторан рядом зайти. Хочется что-то вкусно поесть и кофе вкусный попить. Острый ресторан кубинской жизни. Ой. Крис, что ж ты под ногами мне? Что ж ты под ногами вертишься у меня? Да там у тебя ноги, блин. Как он запля. Смотрите, у нас рядом с отелем буквально 20 шагов караоке находится. И мы решили пойти в кафе счастье. Мы здесь фоткались с Машей. У меня даже фотка есть в инстаграме, где я стою. И написано наверху счастье. Я такая счастливая. Мы сейчас попробуем. Что здесь? Действительно ли счастье? И вот еще какое-то прикольное. Зайдем. Нам с Крис принесли кофе. И смотрите, что я увидела. Какая-то мини печенюшка или что-то. У тебя есть такое? Вкусно было? Такое маленькое правда. Оно вкусное наверняка. Но оно такое малюсенькое. Да чтоб еще заказали. Кашлы. Кузинька уже кофе. Посмотрите, что у Селены. Моя любимая яичница. Я тебе предлагала. Это моя любимая яичница. Еще и глазунья. Смотрите. Офигеть. Как называется? Моцарелла. А Кристина заказала сырники. Они сказали, что у них супер сырники. Я их не заказывала. Это Селена для меня заказала, чтобы мои гости были покривочены. Аэропорт. Улетаем. 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 Что такое? Опять с лицом. Побежали внутрь. Что стоишь тогда? Что стоишь, не пойму. Ну вот мы с Кристина на вокзале. Сидим у наших стойк. Уже наши стойки, но регистрации еще нет. И представляете, тут нигде нет сиденья. Мы что-то прошли и просто даже не увидели ожидания. И одна кафе с двумя столиками. Такие барные, высокие. И сесть негде. Вот мы сидим ночью. Что-то они у вас в Питере не подготовили. Не, может где-то надо еще поискать с сумками. Походить, чтобы сесть на черную дыр где. А потом бежать. Что ты делаешь? Спать хочу. Понимаешь что ли? Крижи. А вы видели мою радужку? Да все видели эту радужку. Ну что крошки, мы в аэропорту уже и поели. Я уже не знаю. Уже столько всего сделали. Уже не знаем что делать. Там еще пол часа где-то 40 минут до вылета. Час. Ну пока да, там сянем. Уже, думаю, через час вылет. Говорит, можно уже идти. Тут два шага находятся в выход. Как всегда вот это вот. Не дает поговорить. Я только включила камеру, она уже пора идти. Ой. Что хотела сказать. Представляете, вчера мне еще позвонили и сказали, что съемки холостяка. Типа я должна приехать. Там подводку надо. Надо заснять. И еще там будут из Дома 2 участники, бывшие участники Дома 2. Ну я думаю, вы их все знаете, потому что я их знаю. Ну не все так, наверное, любят Дома 2, как я. Вот. И с девочками надо пообщаться. В общем, сказали, чтобы я приехала в 10 часов, а я прилетаю только в 9. Дома буду где-то в 10. Ну это недалеко от моего дома, там будут съемки эти. Ну, короче, надо мне бросить чемоданы и ехать туда. Я сказала, хорошо. Ну, ребенок мой будет спать. Если бы он не спал, конечно, я бы, наверное, что-нибудь придумала. Но так как он будет спать, я, конечно, устану очень сильно. Но у меня есть пару идей. И, ну раз надо, так надо. Работаю. Вот. Вот. Поэтому брошу чемоданы и поеду туда. Ну я такая, конечно, уставшая. Представьте, самолеты и все дела. Как бы не уснуть там. Я же в это время уже засыпаю. Ну, вроде быстро все должно пройти. У меня еще пару идей там для съемок. Появилось пару идей. Надеюсь, получится заснять. Да, да, да. Вообще, мне не нравится, что я в последнее время очень сильно морщу лоб. И мне не нравится. Я не знаю, как не морщить. Я такая эмоциональная вся. Я уже устала, хочу домой. Ну что? А вы знаете, что Кристина меня бесит? Тут выяснился один момент, что Селена Све является энергетически подпитывающимся вампиров от меня. Да, мы на встрече выяснили, что вообще Кристина очень энергетически. Нет. Вампиры, она сосет из меня. И она сосет из меня. И она сосет из меня. Ее стало очень маленькая. Да ты сосешь от меня. А в итоге оказалось, что я сосу от нее. Стояла сейчас мне в автобусе. Смырила. Да нормально вы все. Вот реально. Правда, что мырила? Да нет, просто я находила недостатки с намеком на то, что их можно и раскоренить. А у нее нет недостатков. А я свои просто не вижу. Я идеальная. Перфект. Это так же есть у тебя угрыки. Нету? Мне кажется, она выдумала. Чего ты царапаешь мою идеальную кожу? Ростов, привет. Мы вернулись. Вызвали такси. Я уже забыла номер такси, который у нас. Смотрите, как красиво у нас в аэропорту. Ночью он здесь светится. Такой большой. Я приехал. Со всех сторон светится. Так, сейчас мы найдем наше такси. Приедем домой. 672. Черное. Да, снега у нас, кстати, нет. У нас похожая погода. Где машина-то? У нас похожая погода. Как в Питере, кстати. Где машина-то? Слышь, ты че дерешься? Офигеть. Нормальная шея. Сейчас я тебя... А сейчас Селена злая, потому что она спать хочет. Чуть меня побьет. Я хочу спать, а мне еще надо ехать. Она меня как пухнула сейчас увидит. Я чуть не упала. Все, дружбе конец. Так. Фу на тебя. Фу на тебя. Я тебя наложила. Черт. Ладно, все, я замерзла. Рука мерзнет. Пока. Увидимся позже. Музыка. 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 Красавица история. Музыка. Музыка. Сейчас еще раз сфокусируемся, все, это крайняя песня сегодня, и сегодня мы заканчиваем, да, съемки? Вуги-вуги, да, это динамичная песня, русская народная песня, рок-н-ролл, буги-вуги! Все, давай! Так, съемки продолжаются, а я отсняла свою часть и уже бегу, меня должно ждать такси, только где оно меня ждет, непонятно. Скажите, где вы стоите, потому что я возле Махаона, вот вход здесь, и я не вижу машин вообще. Ну что, мои хорошие, будем заканчивать влог. Так, закончились сегодня съемки, прилетели мы в Ростов, и сейчас я пойду домой, лягу под бочок к своему малышу, за которым я безумно соскучилась. И я устала, и вообще я рада, что я дома, и рада, что побывала в Питере, и просто вот эти вот дни, они были очень насыщенные, столько всяких событий, столько встреч, столько интересных людей, и я надеюсь, что дальше больше. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Кстати, ссылочку я оставлю под видео на канал, где будет идти это шоу «Холостяк». Вот, смотрите, я там буду, много будет всяких приглашенных людей интересных, и Михаил, и невесты, очень все интересные. Так что подписывайтесь заранее, чтобы не пропустить все серии. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, и в следующем влоге уже будем здесь, дома. А может, еще куда нелегкая занесет. Спокойной ночи, пока. Ты счастлив? Ты счастлив? Мама приехала, да? Мама приехала. Музыка